Всем привет! Меня зовут Алексей Петров и вы смотрите Тест ТВ. К нам приходит много отзывов, в том числе просьб, рассматривать не только топовые гаджеты, но и бюджетные модели. Поэтому сегодня мы рассмотрим сразу два бюджетных телефона от компании МТС, модели 962 и 970. Оба этих аппарата являются брендированными версиями смартфонов Alcatel. Добавлены локализованное меню и сервисы от МТС. МТС 962 очень старая модель и ее характеристики, мягко говоря, не поражают воображения. Процессор с частотой 832 МГц, 256 оперативной памяти и низкое разрешение экрана 320 на 480 точек диагональю 3,2 дюйма. По сегодняшним меркам выглядит бедно, но не стоит забывать, что смартфон был выпущен аж несколько лет назад и уже тогда позиционировался как бюджетный вариант. В МТС 962 используется андроид древней версии 2.3, так что о поддержке последних апдейтов приложений из магазина Google можно забыть сразу. Так что если вам нужен дешевый смартфон с более современным андроидом на борту, советуем обратить внимание на следующую модель. МТС 970 более современный, но выдержанный в том же стиле смартфон, который продается по примерно такой же цене. Оба этих смартфона выполнены из пластика, обладают приятными скругленными углами и порадуют любителей небольших телефонов. МТС 970 обладает экраном 3,5 дюйма. Его разрешение осталось такое же, как у предшественника 320 на 480 точек. Экран довольно средний, цветопередача неплохая, но на ярком солнце слепляет. Смартфон выполнен на базе одноядерного процессора Cortex-A9 с частотой 1 ГГц. Это специальная модель, разработанная именно для бюджетных телефонов. Количество оперативной памяти по сравнению с моделью МТС 962 удвоили. Теперь здесь 512 МБ. Внутренней памяти всего 4 ГБ, из которых юзеру доступно примерно 1,5. К счастью, здесь есть слот для карточек microSD. Заявлена поддержка карт объемом до 32 ГБ. Однако не стоит забывать, что мощности видеопроцессора и разрешения экрана не хватит для просмотра HD и даже некоторого SD-видео. Поэтому любителям смотреть сериалы в маршрутке придется озаботиться поиском подходящего конвертера видео в мобильный формат. Из достоинств аппарата стоит отметить хорошую съемную батарею емкостью в 1400 мАч. Для такого небольшого экрана и экономного процессора батареи хватит на сутки непрерывной работы, FM-радио, музыки и серфинга в интернете. Стоит отметить, что качество звука в аппарате среднее. Меломанов не порадует, но для звонков сойдет. Кстати, аппарат поддерживает 3G, но по умолчанию золочен на оператора МТС и в сетях других операторов работать откажется. Поэтому будьте внимательны при покупке. Гаджет работает на кастомизированном под стиль МТС Android версии 4.1.1. Из заметных отличий – операторские сервисы. В остальном перед нами абсолютно голый Android. Радует, что МТС не стали перегружать интерфейс ненужными маркетинговыми наворотами. Но вообще говоря, смартфон довольно задумчив. Экраны прокручиваются с задержкой, программы открываются по несколько секунд. Но в данной ситуации это абсолютно нормально, ведь перед нами бюджетный операторский смартфон. Резюмируя, хочется сказать просто – 2390 рублей. Именно столько сейчас стоит этот гаджет, в салонах компании МТС. Цена более чем разумная. И если амбиций у вас нет, а смартфон нужен, за нее вы получите компактные размеры, набор полезных и не очень операторских сервисов, возможность слушать FM-радио, использовать современные Android-приложения, сидеть в соцсетях, просматривать документы, почту и просто комфортно звонить. Впрочем, в любом случае выбор за вами, но прежде чем купить, смотрите Тест ТВ и подписывайтесь на наш канал.